вечер добрый друзья сегодня у нас с вами воскресенье малая пасха валенька приветствую геленька рад всех видеть воскресенье прямая трансляция будем отвечать на ваши вопросы ответы анечка приветствую и если не будет какие-то там какие-то у нас будут паузы то нужно сказать что здесь очень много вопросов уже задали на которые можно будет ответить вот так начнем значит хороший вопрос мне задала помощница моя которая является она моей помощники по молодежи право сам центру кстати друзья мои напишите слышно мне нормально нормально тормозить виды не тормозит дайте мне знать пока я открываю вопрос слышно ли меня хорошо напишите да нет или там лайк поставить отлично слышно интермозит все благодарю ну давайте начнем отвечать на вопросы все хорошо ну давайте пока вы пишите свои вопросы я начну отвечать на те которые мне уже задавали расскажите пожалуйста что такое за грех много заботливости есть понятие цемал целомудривший что это такое ну давайте что таком на заботливости есть у нас главная цель и есть как бы второстепенный вот как параллель можно провести господь говорит есть возлюбив бога то всем разум всем помышлением всем сердцем твоим очень юрий приветствую и потом ближнего своего как самого себя то есть вот мы видим здесь первое разделение которые господь говорит то есть сначала бога нужно возлюбить а потом уже ближнего своего как самого себя так и здесь много в плане много заботливости много можно распыляться но все ли нам полезно и все ли приводит нашу душу к богу к помощи ближнему к спасению вот порой на фоне каких-то таких вот мелочей ненужных которым мы уделяем огромное количество времени мы теряем самую главную цель нашу которой мы идем в течение всей своей жизни отвлекаясь на вот такие мелочи да к этому много можно принципе немножко привести пример когда вот часто бывают в храме очень хорошо это отобразилась первая часть художественного фильма притча рекомендую это такое даже несколько серий есть этого фильма и когда на службе люди стоят но вместо того чтобы молиться о нем думать о чем-то своем мысли о нем материальны конечно и порой мы приходим идя в храм хотя получить успокоение души выйти как-то духа духотворенными из храма выходят часто из храма пустыми возникает потом вопрос а почему так а все потому что потому что много заботливости и во время даже службы сухого общения на литургии с богом человек остался пустым он обо всем думал но только никак не не настроился на общение с богом на общение с богом на литургии особенно мы должны сказать евхаристия это вот земной жизнеописание христа священник прообразует христа во время богослужения это проповедь выход на проповедь это крестное страдание воскресенье вот человек никак не задумался на эту тему и к сожалению не соприкоснулся душой с этим из-за своей многозаботливости есть понятие целомудрия души ну а ну как тут можно провести тонкую параллель между душой и телом целомудрия тела мы понимаем это чистота добрачно не отношений то есть хранение своей чистоты телесной а целомудрия души это вот именно такое чистое отношение это достойная подготовка к исповеди причастию когда ты вот очень скрупулезен в отношениях в том числе внутреннего своего духовного состояния вот а ну пишите свои вопросы а я пока отвечу еще на один который мне задавали здесь в интернете как относиться к суевериям и приметам мне задали вопрос вообще хороший очень вопрос что пишут на эту тему наши замечательные русские составители словаря Ожиков и далее они пишут что суеверия это ложная вера предавание вещам не духовного смысла духовного то есть ну то же самое взять черную кошку да вот она перебежала ну ну ей свойственно двигаться вот она черно делась причем здесь скажем так вообще удача или неудача вот но опять таки нужно глубже копнуть откуда это однозначно наше маловерие от того что мы не проявляем недоверие Богу что все в промысле его мы начинаем уже привязываться ко всему а вдруг а в осень не получится или что-то плохое произойдет а человек верующий вспомните первых христиан они в принципе и не боялись умереть в том числе в первую очередь за Христа почему потому что они тверды верой были и у них не было каких-то там примет и суеверий ну скажем так вообще с приметами тут очень так на Кубани особенно где сейчас я живу нужно сказать что вообще это некоторые вещи просто парадоксальные то кошка то не кошка тут можно много чего перевести пересказать но не буду этого делать потому что у наших маловерующих людей которые могут в том числе смотреть этот эфир или потом я выложу эту запись на youtube канал свой которые смогут также увидеть другие чтобы не появилось у них новых каких-то предрассудков я думаю что пустое ведро это неплохо в него можно что-то положить а если это мусор то сначала вымыть поэтому не нужно на ровном месте делать проблему мы порой из мухи слона делаем а самое главное мы забываем что мы должны бояться греха тем самым отдалиться от Бога а не каким-то образом соприкоснувшись с черной кошкой у нас появится проблема это глупо с одной стороны и грешно с другой стороны если у вас вопросы вы пишите чтобы как бы я все вопросы которые мне в интернете описали я как бы не перечислял здравствуйте батюшка здравствуйте Александр объясняется ли как-то с духовной точки зрения желание в тяжком эмоционально духовном состоянии сходить на кладбище ну как объяснить ну это мое частное мнение как бы такое обще церковное нету объяснить по двум причинам во первых в тяжком духовном состоянии опять кому мы идем нужно ответить идем мы к своим сродникам которые уже получили этот покой вечный дай Бог да чтобы с Богом они были потому что конечно же они если не с Богом то они страдают в аду и никакого покоя не имеют вот зачем же мы идем во первых это место я вот служу около кладбище я вообще называю курортное такое место потому что всегда тихо птички поют очень такое благодатное место хотя многие боятся опять-таки по тем же самым всяким предрассудкам и маловерью по мне так очень спокойно и замечательное место когда смотришь на кладбище и отвечаешь в том числе на ваш вопрос ты приходишь и смотришь на многие-многие могилы и задумываешься вот люди стремились прожили эту жизнь почили достигли они чего хотели в своей жизни и ты вот отрезвляйся что у тебя еще есть время у них закончилось ты можешь также принести им пользу помолившись о них к своих сродников там или знакомых кому мы идем ну конечно я бы в таком состоянии не ходил бы на кладбище почему потому что ну могут и глупостями всякие заняться и не дай боже там напугаться еще чего опять таки смотря в какое время суток идти я думаю в таком состоянии лучше стать святом уголку помолиться а в идеале там храм приехать и в молитвенном общении с Богом найти успокоение вот это самый лучший выход в таком эмоционально духовном состоянии тяжелом потому что опять таки это мы думаем что оно тяжелое может быть у нас еще будет перспективно тяжелее надо все сравнительно анализом смотреть очень Евгений приветствую рад видеть в трансляции вот так принятие обезболивающих средств может является грехом но я бы двояко ответил на этот вопрос опять таки господь медиков не отвергает и если это нужно для нас опять таки мы же не мазохисты чтобы если у нас болит терпеть это до крайности я думаю для чего молимся допустим подкрепи господи исцели мои немощи если бы там болезни но чтобы господь уврачевал чтобы нам легче стало если у нас есть возможность принять таблетку там голова болит спазган выпить почему не выпить конечно это не грех другое дело можно расширить этот вопрос немного когда уже доходит до крайности когда человек при смерти близким говорит отключать его от жизнеобеспечения или нет вот здесь уже это не его свобода выбора да и думаю это не нужно даже если это была бы его последняя воля не факт что она в благоразумии не духовном это сказано а с целью типа чтобы не обременять своих близких поэтому я думаю всякие обезболивающие это не грех если это опять таки не крайне тяжелые наркотические вещества и отсебятина все таки нужно прибегать в том числе и к медикам которые специализируются в профессиональной в этой области так сейчас секунд написали я пропустил ага в библии сказано что только дурак пренебрегает врачом и лекарями ну может быть сейчас найду цитату ну найдите добрый вечер батюшка добрый вечер Алексей меня уже давно беспокоит вопрос по поводу момента из библии когда бог только бог с большой буквы пишем бог говорит Моисею сделай выбор который который хочет но после карает его за неправильное решение объясните пожалуйста я честно говоря не совсем понял вопрос который вы задали в чем он неправильный выбор делает в чем ему нужно определиться нужно немножко уточнить чтобы я ответил на этот вопрос в моей библии могут сделать свой выбор карает ну наверное это по поводу руки когда там чудо ему дают возможность сделать ну опять таки мы иногда противимся промыслу воли божией господь нам указывает на наш путь а мы хотим по-своему ну это часто можно наблюдать у еврейского народа господь ему дают а он говорит нет нам это не нужно давай нам допустим царя говорит зачем вам царь я у вас есть нет вот нам царь нужен как у всех остальных ну вот это строптилось сердце еврейского так может ли сейчас секунду подождите доверчивать стать причиной греха может почему бы и нет допустим как пример вас попросили постер посторожить сумку да в этой сумке взречатка чтобы ее никто не унес до назначенного времени она была с вами сами не убежали чтобы им не повредило а вы стали таким соучастником вот этого неосмысленного греха убийства людей то есть вот вам такой по доверчивости получился грех хотя нужно было проявить бдительность все таки и может быть даже сообщить в орган ну это как вот пример можно другие много перечислить когда доверчивость доверчивость в принципе это неплохо но во всем должно быть благоразум нельзя не зря апостол Петр Павел сказал что рассуждайте все что к вам приходит вот поэтому надо иметь благоразумы так сейчас секунду у меня компьютер выключился подсветка Даниил спаси господи почитай врача честью по надобности в нем ибо господь сказал создал его от высшего врачей и царя получит он дар ну да это талант дар врачам достойны врачи это и специалисты области это даже порой редкость возвысите голову между собой почему хорошая цитата спаси господи за нее так далее если у какого человека есть совесть то почему некоторые могут поступить вопреки совести а некоторые хотели бы но не могут да это хорошо когда есть совесть и ты не можешь какой-то пагубный грех другое дело хуже если бы ты бессовестно поступал безбожно почему могут или не могут потому что есть внутреннее борение на фоне данного бога свобода выбора если бы все поступали только лишь как хотели и не было какого-то у нас духовного тормоза то однозначно у нас бы уже бы ад на земле начался поэтому это хорошо когда у нас есть такой тормоз от каких-то пагубных дел но вообще что такое совесть святая цигарь это голос Божий внутри нас поэтому я думаю когда он призывает нас к добродетели к нравственной жизни это всегда хорошо так по поводу это чудо ну противился потому что где-то тоже боялся что не сможет и господь где-то его попускал для вразумления так оставьте грешную жизнь правьте руки так здравствуйте вы есть скайпе есть скайпе я вот не знаю здесь можно ли писать а я сейчас посмотрю трансляции тут можно писать мне или нет так редактировать описание сейчас я напишу по-моему можно я напротив компьютера поэтому я думаю здесь ну а ну-ка посмотрим а да можно очень удобно когда перед компьютером можно и так и так но снимаешь по телефону так так есть ли еще вопросы я постараюсь сегодня сильно вас не утомлять кратенькую трансляцию сделаем там полчаса 40 минут потому что и загружается она быстрее и вас сильно не утомляем следующий вопрос придите ко мне стружающие обремененные и я успокоюсь что значит прийти и кто такие трудающиеся обремененные ну струждающимся наверное немножко тут более ясно труждающиеся это те которые трудятся но в том числе на ниве созидания своей души обремененные это как обделенные в том числе которые по разным причинам не могут сами прийти ну это можно как намытница вспомните господь приходит на мытницу то есть это такие как купель была в израиле и человек поскольку он был такой парализованный он не мог войти в воду чтобы исцелиться а зачем ему нужно было войти в воду потому что сходил ангел раз в году и возмущал воду как бы и как бы или таким может как освещалась вода что ли можно еще так сказать и никто не мог его занести вот он как обремененный было и господь говорит хочешь ли ты исцелиться да хочу ну будь стань возьми одра свой и ходи вообще вот с этим еванским чтением с этим местом евангельский вообще может целую историю развить потому что ангел не просто так входил в эту купель потому что там древо христа было на котором господа росну то есть уже перспективно благовейно он приходил к этому месту вот и это такое покаяние было которое принес лот который по послушанию к Авраму израстил это дерево из трех деревьев кедр ливан по моему и еще какой то вот сейчас я не вспомню врать не буду вот и потом это дерево пытались применить но никуда толку не применилось и вот его бросили в эту купель и стал сходить ангел то есть так вот уже открыто было небесным силам что вот на этом древе будет распина Христос поэтому ангел сходил в эту купель и происходило чудо так следующий тут писали так ну вот как бы поэтому Господь всех призывает это кто может и кто не может но в первую очередь сердцем нужно прийти здравствуйте я атеист сочувствую неверующая есть атеисты у которой есть религии бывает ли такое ну вообще атеисты тоже верующие люди надо сказать почему потому что ну как можно отрицать того кого нету если ты отрицаешь если ты говоришь что его нету значит ты уже его признаешь если нет так и нету допустим допустим если нет там наложников да ну так и нету они мне 300 лет не нужны их нету вот поэтому и и о них что говорить мы ну а так если кто-то отрицает значит уже признает так сейчас сейчас валенька сейчас я дочитаю у меня 99 друзья атеисты я один верующий ну слава тебе господи и можно посочувствовать за вас можно порадоваться понимаете если бога нет то ты теряешь ничего а если бог есть то ты теряешь все ну вот я я фотограф среда такая грех ли так современная молодежь фотограф это тоже такой око который порой очень интересные вещи открывает для обзора многих людей вообще камера как фото так и видео такие чудесные вещи для людей открывает которые потом людей к вере приводят так можно ли делать замечания людям которые ведут себя неуважителем по отношению к окружающим да конечно нужно это элементарное воспитание этикет но очень так скротостью любовью чтобы человека не обидеть потому что если он хам еще и начинать так вот провоцировать то это и драка может получиться и ничего толком благого не сделаете поэтому хотя по разному порой бывает просто и хама надо поставить на место но замечание все таки старайтесь сделать скротостью чтобы не опуститься до его уровня почему люди не задумываются о смысле жизни задумываются постоянно задумываются а другое дело задумывались и дальше живут своей жизнью потому что вот все это поверхность там как кажется более более счастлива чем у тех у которых возникают вопросы о существовании задумываются постоянно еще раз повторюсь с разными людьми приходится общаться и также с атеистами которые задумаются и а что там а хорошо вот я умру неужели получается вот как вспышка которая секундная все таки подсознательно мы и веруем и чувствуем что после нашей кончины будет другая жизнь так далее ну как сочувствовать это уже возвышать себя над ними я просто с ними общаюсь на равных ну да слава богу а как верить или не верить личный выбор каждого ну конечно господь железной рукой никого в храм не затаскивает еще есть такое замечательное выражение невольник не богомольник не судиться не будешь сказал христос правильно сказал а должны прислушиваться к его словам а считается ли ложь грехом если да то ложь во благо тоже я считаю тут нету маленького большого греха конечно разные грехи бывают одно дело там человека ударить или его убить разные вещи но тем не менее редко ложь во благо остается в тайне как мы с вами знаем все тайна становится всегда явно вот вот так да ложь это от источника лжеца ко мне приходят приходили секты ядок и доказывать стали что бог есть только бог с большой букв что если веришь бога значит есть ангел и демон зачем доказывать кому-либо и навязывать ему верить это глупо христос в смысле сказал ну навязывать конечно не нужно в том и красота православия что мы сегодня не ходим никому не навязываем вот допустим та же самая трансляция вам не нравится вы вышли интересно вы зашли вот а вот так вот приходите откройте и давайте послушайте я не считаю что это сегодня уместно кто хочет он найдет этот источник информации то ли вот таким образом как сейчас мы с вами общаемся то ли это интернет то ли в идеале в храм придет я думаю в любом случае найдет для себя ответ ищите и найдете стучите отвертся вам просите да сам так следующий вопрос некрещенный человек может исповедоваться но это не столько исповеди сколько это такая беседа для успокоения души будет потому что исповедь это таинство и в таинствах участвует именно крещенный человек если нужно сперва пройти да нужно сначала пройти как бывает если я иду причащаться но после исповеди нет легкости на душе я вам поделюсь своим личным опытом это такое чудо в моей жизни было незабываемое когда я учился в семинаре наш дорогой владыка митрополитис сидор он благословил всех семинаристов там великий пост был почищаться исповедоваться ну готовиться вот подготовились почитали молитвы как положено все вот и после исповеди я отхожу и думаю как то вот ну не то состояние не раскаянный какой то вот все как то очень тяжко на душе ну как я подойду к причастию в таком состоянии ну думаю ну послушание превыше поставим молитвы благословили как бы я подготовился что я буду мудровать пойду и уже буду причащаться и когда я подошел к причастию открыл рот дают мне маленькую частичку причастия я закрываю рот и у меня знаете как огромный взрыв в душе такой я как вот знаете долго долго под водой лежал и вот я воздуха уже не хватать я уже задыхаюсь и вот я вынырнул и вот она жизнь началась вот такое внутри состояние и схлынились слезы прям такие горячие я помню я иду у меня такое спокойствие радость душе и вот знаете в тот момент я твердо понимал что если меня сейчас вот убивали бы я бы нисколько не зол не боялся бы там не проклинал бы тех убийц а счастлив что сейчас я встречусь с Богом то есть вот такая радость благодати поэтому иногда не нужно мудровать я тут на своем личном опыте это пережил не нужно мудровать если вы готовились а поисповедались и священник взял уже на себя ответственность допустил вас за причастие идите и причащайтесь господь уже входит посредством причастия тела и крови свои вас и врачует вас поэтому не мудруйте того же такое определенное внутри лукавство авось а не авось так добрый вечер Кристина добрый вечер подскажите почему нельзя убираться в праздники праздничные дни да ну давайте так ну глобально конечно можно убираться но опять таки почему говорят что нельзя потому что мы если православные люди мы праздники идем на праздник мы идем уделить внимание своей душе пообщаться с Богом сугубо в его месте пребывания вместе с другими верующими людьми а если потом после службы придя домой у нас есть физические силы мы можем еще потрудиться убраться постираться и тому подобное но надо всегда помнить Бога у Бога кесарю кесарю поэтому постарайтесь в праздничные дни пойти в храм вот а потрудиться но если уже не пошли лень лень грех вернее лень грех а трудиться не грех вот так так как быть если так это я читал праздничный день читал а если я крещеный человек могу я быть могу я выбрать другую веру да выбор у вас может конечно вы можете выбрать пойти в другую веру я знаю таких людей которые походили походили вернулись поняли что дров наломали душу свою загнали такую в угол а душа болит но они вернулись слава тебе господи вот а вообще это грех называется вероотступничество это то же самое что ты рос семья потом сказал что нет родители вы мне не родители вас знать не знаю пойду искать себе других в тебя вложили родители сердце душу любовь финансы вот а ты говоришь вы мне кто такие никто вы мне пошел я других искать они мне лучше вот если так символизм вот такой небольшой притч вот что-то подобие а выбор у человека всегда есть так сильная история мне так мне так причаститься с таким чувством ну да я желаю всем такого внутреннего состояния самое главное чтобы я подчеркнул вот из своего личного опыта я не накручивал себя я вот ой как теперь нет то есть я психологически себя не доводил пошел кто-то может сказать вот он морально себя довел до этого вот у него и прошло ни в коем случае я подумал ну что я мудрую ну надо и надо идти благословили значит надо идти сейчас секунду у меня компьютер потух значит надо идти я пошел провел послушание вот так вот так да ведь христос сказал что кому оставить и грех там остается допустим да так а вот была в другой вере но как сейчас понимаю в такой благодати как православие нет слава богу что вы это поняли церкви дело такие как да нет детей никто ловит на сердце не душу баб сейчас сейчас собаки злые таскают храмы бьетесь так да разные есть храмы к сожалению и бабушки бывают нерадивые которые могут поколебать нас веру по своему искудоумию мудрованию всякое бывает только надо всегда помнить что мы идем богу они не батюшки не бабушки дай бог чтобы бабушка наоборот поддержала подсказала батюшка вразумил на то он и в храме есть чтобы быть помощником людям спасая свою душу спас и другие так как какой толк так детей в храм искать вот насильно не надо своим примером нужно показывать чтобы они вместе хотели порой понудить себя конечно нужно чтобы побороть лень но насильно не нужно батюшка назовите пожалуйста это базовая молитва которая следует крестину знать наизусть это три основные первое это очи наш которую господь сам сказал да Матфея 6 глава 9 стих ну мы знаем как бы очи наш богородица дева радуйся кратенькая молитва Божьей Матери и символир во что православец человек верует это 12 предложений которые очень имеют глубокий как исторический так и духовный смысл каждое предложение которое скажем там выстраданное крови мучеников это основание нашей веры семилетнего возраста вот как раз когда отрок начинает сам уже осознанно исповедоваться он уже знает эти три молитвы благодаря крестным родителям вот поэтому эти три молитвы обязательно вообще можно и расширить это когда перед каким-то деланием мы что-то начинаем мы читаем царю небесной а когда завершаем какое-то достойное есть вот а постоянно в течение дня наши мысли не блуждали всякая ерунда нам в голову не приходила кратенько господи помилуй или господи иисусе христе сыне божий помилуй мя грешного вот это вот в течение дня как бы такие кратенькие ну а конечно утренние правила на сон грядущий там если готовимся к причастию там каноны читаем каноны к причастию вот это как бы основа так так я могу водить крестника в воскресную школу если родители вообще далеки отцы а могу ли водить или не имеет смысл да но если ребенок он хочет он ваш авторитет признает уважает вас любит вас самое главное пошел по любви надо все делать и родители не препятствуют этому нужно конечно водить это ваш прямой долг восприемника так можно ли может ли влюбленность стать смыслом жизни в случае если человек тяжело болен ну честно говоря такой запутанный вопрос можно ли может ли влюбленность стать смыслом жизни в случае если человек ну влюбленность понимаете тут надо еще смотреть с двух сторон тут может быть и телесный момент а может быть душевный момент поэтому тут очень надо аккуратно к этим вещам и не будет ли потом ли беды травмы для души того человека который влюбился в вас а потом не знает что ему делать с тем что вы больны и понимая что перспективный никакой а с другой стороны и бросить вас не может поэтому тут надо очень аккуратно в этом отношении быть а любовь превыше всего конечно источник любви кто бог если все сделается в скажем так в духе и любви божьем то будет все хорошо так мне хотелось бы поделиться историей собственной жизни мне довелось побывать в святотройской сергии лаврии замечательно там мне посвятили свечи для молитв и разрешили взять с собой чтобы молиться в других других храмах я так думаю слава тебе господи я рад за вас Олечка привет давно не видел да ему нравится и интересно 13 лет тем более 13 лет взрослый уже ребенок уже от отрок или отроковица вот а 16-17 лет нам вообще уже крестный не нужен в плане когда крестиной ну вот все таки сам он крестным лучше уже попозже чтобы был чтобы сам встал на ноги духовные и мог дать что-то так а вы слышали про Игумена Сергия из среднеуральского женского страны нет не слышал так вот продолжает Алексей церковь но когда я пришел в церковь в Саратове там мне сказали что нужно обязательно купить их сечи а со своими нельзя и неважно из какого они места не значит ли это что те люди хотели получить в ну я смысл в принципе понял есть такая практика конечно понимаете что такое свечи в храме когда вы приходите это помощь храму это в первую очередь это бескуровная жертва Богу почему так говорят две ситуации во-первых помощь храму во-вторых даже наверное в первых она пошла более значимо некоторые приходят от колдунов где там свечи взяли какие-то наговоренные и тому подобное и чтобы немножко пресечь вот это вот сработничество человека и всякого псевдоколдунов чаще всего это 99,9 шарлатаны говорят лучше купите в храме почему потому что они освещенные чаще всего освещаются свечи на праздник средине вот поэтому лучше конечно брать в храме ну а как раз вам освятили разрешили почему бы нет я думаю есть такой храм где спокойно вы поставите свечку помолитесь и никто не будет сильно там привязываться где вы взяли ну все таки вот этот момент который я озвучил надо тоже понимать почему вам так могли сказать как быть если знаешь что есть страсть обладающей тобой и поэтому нет искреннего раскаяния поскольку кажется что это стало нормой жизни ну вот я приведу наверное слова Христа он говорит что если соблазнять тебе глаз вырви его чтобы он тебя не соблазнял если что другое то рука там отруби ее чтобы тебя не погубило то есть вспомните когда допустим такой опять символизм такой параллель у человека начинается грангрена да и если ее там руку не ампутирует то ты вообще весь погибнешь заражение там подобное так и здесь если ты не откажешь ты на земле насладись этим грехом а в царстве небесное за него и не войдешь будешь страдать и расплачиваться за него адскими муками поэтому тут норма не может быть грех норма для нас это заповеди 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 блаженства и постоянно шествие к Богу так Мариночка почему церковь говорит что сейчас старцев нет кроме Илья не знаю я не говорю я знаю Илья я не так давно сам со старцем чудесным образом пересекся у меня тоже такие вот растягиваются мысли были что нет старцев что-то ослабнет наша вера и Господь меня свел так чудесно вообще это прозорливый такой старец и я не успеваю договорить что я хочу он за меня даже досказывал такой вот интересный опыт жизни у меня был не так давно месяца два три назад поэтому не знаю есть старцы слава Тебя Господи так вот его Сергей старцы называют ну очень конечно надо аккуратно быть есть такие псевдо старцы младо старчество что вот такой я старец мне открылось и там подобное если он говорит что мне открылось это уже одно дело какой-то вот такой вот единичный опыт а когда он уже говорит что мне чуть ли господь не рассказывает что как вам будет и там подобно начинает пророчествовать это уже такое лукавство любой благоразумный священник если ему что-то господь дает какой-то талант он везде и всюду об этом говорить не будет потому что часто бывает господь и попускает для как бы такой проверки его так кстати батюшка хотел сказать две вещи во-первых Христос сказал проповедовать Евангелие всем народам да но есть то есть мы все-таки обязаны проповедовать его слова и еще сказал Христос каждый кто исполнит слов еще сказал Христос как subir колледжи тоже проповедую другое дело, что проповедуете ли вы потому что Господь всем сказал ведь с учениками стояли и народ и вот здесь другое но как вы проповедовать можете? изумительно, опять-таки, я в прошлой трансляции говорил изумительно сказал Павел, сербский патриарх он говорит, не навязывайте никому православие выживите им и, видя вашу веру видя именно делами спросят, что такое православие и захотят стать православными вот в чем проповедь мирянина православного есть мнение, что он в прелести и еще, что он большой противник ну, я как бы очень так, двояко у меня будет опыт скоро, буквально, может быть, на следующей неделе пообщаться с Рафаилом, так называемым старцем ну, посмотрим, что мне это даст и что мне скажет и что в итоге для меня будет полезно так, далее спрашивают, я вижу потребность ну, просят, дайте скротость и благовение ответ но не превозноситесь ни в коем случае над ними друзья, 48 минут я благодарю за ваше внимание смотрю, у нас осталось не так много в прямом эфире давайте, наверное, все-таки будем закругляться я благодарю, что вы уделили время в следующее воскресенье я не знаю, я буду они здесь, мне делают подарок люди, достойно уважения храни Господь вот на Афоне я буду если Господь так все-таки управит но утверждать в этой жизни ничего нельзя надо веровать, молиться а Господь как управит храни вас Господь милости Божьей вам до новых встреч аминь с вами был священник Константин Мальцев субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова